Пошли! 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 Поначалу кто-то попытался даже побежать, но задача именно пройти пешком. Всероссийский день ходьбы проводят в Астрахани уже в третий раз. Все участники стартовали одновременно и совсем не важно, кто придёт к финишу первым. Дипломы Олимпийского комитета России получили все без исключения. Сначала шли, а потом бегали. Большинство ходоков приняли участие и в городской легкоатлетической эстафете. В общей сложности стартовали более полутора тысяч участников. Это рекордное число за всю историю эстафеты. Просто кто-то уже не мыслит своей жизнью без утренней или вечерней пробежки. Если хочешь быть здоровым, бегай. Хочешь быть красивым, бегай. Если хочешь быть сильным, бегай. Всё заключается. В этом вся истина. Школьники, студенты средних и высших учебных заведений, представители спортклубов и коллективов физкультуры. Для всех участников четыре забега. Каждому по возрасту и уровню подготовки. Самый массовый забег юношей. На старт вышла 41 команда. Для сравнения, в прошлом году их было 28. Кто-то всерьёз готовился к эстафете, кто-то побежал экспромтом. Но на линии старта все чувствуют себя одинаково. Дыхание перехватывает, ножки трясутся, как обычно. Общая дистанция эстафеты – 4,5 километра. Это 12 этапов. На каждом палочку ждут партнёры по команде. Секунды промедления могут повлиять на результат. Пошла, Юля, пошла, 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 пошла. Кто и где пробежал медленно, станет ясно уже потом. Но победу приносят последние участники команды. Сначала было волнение. Несмотря на то, что мы уже каждый год участвуем, по два раза в год. Естественно, мандраж такой. Но потом, когда принимаешь палочку, уже такое удовлетворение, начинаешь бежать. А когда финишируешь, прям вообще радость. Организаторы эстафеты – Управление по образованию администрации города Астрахани совместно с Региональной федерацией лёгкой атлетики. Несмотря на то, что эстафета городская, в ней приняли участие легкоатлеты из областных районов. В этом году отмечается активность среди уже предприятий. Я не могу назвать, что это большое количество, но уже четыре предприятия со своими работниками заявились для того, чтобы участвовать в данной эстафете, что не может не радовать, потому что мы всех призываем как можно больше и чаще заниматься физической культурой и спортом. Светлана Ахмедова выступала за команду Астраханского тепловоза ремонтного завода. И хотя на последних метрах перед финишем мысли «Лишь бы добежать», после черты как будто открывается второе дыхание. Эмоции вообще класс. Я до этого тоже участвовала в спортивных эстафетах, занимала вторые и третьи места. И у меня была мечта занять первое. Я не знаю, у меня сейчас получилось это или нет, но самое главное – участие. Мечта сбылась. Команда ТРЗ стала первой среди предприятий. Все участники-призёры получили медали, командам вручили кубки. А победителям в личном зачёте – ценные призы. Галина Фахрединова, Олег Райда, Центр новостей.